Судья сейчас будет делать какие-то объявления. К сожалению, я этого не слышу. Но надеюсь, что ничего особенно важного там нет. В этих объявлениях вполне, я думаю, стандартные какие-то заклинания. Бойтесь связок, опасайтесь шахов, особенно вскрытых. Ну и делайте форточки. Итак, шахматисты начали очередной седьмой тур. Это даже не середина нашего турнира. Середина состоится в следующий тур. В общем, турнир длинный и, собственно, многое еще может поменяться. Я абсолютно уверен, что лидирующая группа у нас еще будет меняться, меняться и еще раз меняться. Итак, это, как я понимаю, Магнус Карлсон. Вот по буквам VG я узнаю его. И снова голландская защита. Вы знаете, идет принципиально в тот самый дебют, который уже эти соперники практиковали. Конь D2. Забавно, что белый пока не выводит коня с F3. Ну, наверное, не выводит коня на F3. Наверное, у Радослава Вайташика есть какие-то другие задумки. Может быть, конь выйдет на H3. Может быть, даже на E2. Как знать. Может быть, E3, конь E2. Задумался Магнус Карлсон. Он, собственно, собирался и собирается, я думаю, играть каменную стенку. То есть ставить пешку на D5. Ну, ясное дело. Но при этом, конечно, он должен сейчас попытаться разгадать, в чем же, собственно, замысел соперника и как он собирается расставлять фигуры. Это надо делать заранее. Кульфицированные шахматисты делают именно так. На самом деле, у черных все-таки есть еще выбор. То есть они могут поставить пешку на D6, попробовать провести E6, E5. Но некоторые потери времени будут. Да, видите, конь на H3 выходит. Слон D6. И белый, наверное, второго коня сейчас на F3 поставит. С идеей слона вывести на F4. Размен чернопольных слонов был бы очень приятен для черных в этой ситуации. Потому что расстановка пешек по белым полям приводит к тому, что черные поля в лагере черных все-таки ослаблены и уязвимы. На них могут обосноваться белые фигуры. Ну что, 2-0 пока сыграет Радослав, да? А потом конь F3 будет и слона F4 вести. Я, честно говоря, не думаю, что пешка на C4 реально здесь висела. Но на всякий случай Вайташек защищает ее. И теперь конь пойдет на F3. И слон на F4. Ну не знаю, мне кажется, что рокировка-то стоит сделать для начала. Вряд ли это будет большая ошибка. Хотя, может быть, тут и темповая игра начнется. Может быть, там черные вообще конь E4, G5 сыграют. И этого коня на H3 оставят без работы. Да, вот поэтому следует ход конь F3. Теперь черным надо определиться с маневрами. Есть маневр слон D7, слон E8, слон H5. Классика жанра. Есть просто развитие банальной B6, слон B7. Конь идет на D7 или на H6. То есть определенная какая-то гибкость со стороны соперников здесь возможна. Возможно. Но особенно, естественно, со стороны белых. У белых вообще, конечно, с учетом того, что они все-таки имеют право выступки, гораздо больше возможностей. Но сама структура диктует необходимость тех или иных планов. Началось все с Михаила Мисеевича Ботвинника, который в 40-х, 50-х годах доказал жизнеспособность этой системы. Одержал немало побед. Ну, а когда белые приспособились, патриарх советских шахмат вовремя ушел в тень, предоставив другим шахматистам возможность получать тумаки в этой структуре. Но, вы знаете, до сих пор она считается вполне игровой, вполне приемлемой. А это пара Гадир-Гусейнов против Корякина. Здесь видим боевая соцелянка. Пункт D5 обнажен, но черные прикрывают этот пункт. Давайте выведем сейчас диаграмму. Я вам покажу, как развивались события с первых ходов. Так, ну, это, собственно, пара Вайташа-Карлсона. Это мы видели. Ну, давайте я покажу несколько ходов в партии Гусейнова против Корякина. Кстати, Корякина догнали два человека. Насколько я понимаю, это Криворучка и кто-то еще. Сейчас я посмотрю. Криворучка. Да, и Гадир-Гусейнов. Вот у нас три власти. Так что вот это, можно сказать, по-настоящему лидерский столик. Я хотел бы напомнить, дорогие друзья, пока вы смотрите эту партию на диаграмме, что Магнус Карлсон играет у нас всегда на одном столике. Даже если он будет отставать от лидеров на 3-4 очка, все равно он будет играть на этом столике. Ну, собственно, здесь неторопливая маневрная игра. Как всегда бывает при отступлении белого коня на F3. Слон Е6. Ну, вот черные, собственно, собираются, видимо, сыграть конь D7. И здесь обладание пунктом D5 не приносит пока белым какой-то большой радости. На ферзовом фланге у черных есть контрыграни, могут надвигать пешки. Ну, ясно, что Сергей Корякин все это очень хорошо знает. Единственное, что здесь надо, конечно, считаться вот с такими штуками. Так. А, здесь есть ход F7. На Fc8 конь А4 очень сильно. А здесь F7 есть ход. И конь А4 ход вроде бы не проходит. Нет, тогда это все не опасно. Итак, Гадир задумался. Хотя, по идее, конечно, такую позицию надо знать. Если уж играешь вариант с коней F3, такие вещи надо все-таки приносить из дома. Дорогие друзья, вы видите, что времени на часах-то не так много. И поэтому дебютные тонкости изобретать прямо за доской, ну, это, мягко говоря, непрактично. Вот этой самой непрактичной работой занимается сейчас Гадир Гусейнов. А мы смотрим борьбу 2К. Ну, если Владимир Крамник это большое К, большая элития РК, то Юрий Криворучка пока не перечислен к этой гильдии. Конь F6, D3. Ну, снова у нас тихая итальяночка, тихая испаночка. В общем, все эти маневры мы видели уже неоднократно. Ну, белый конь пошел на G3. Размен на B3. Ну, вот некоторые шахматисты, такие как Лека и другие, все-таки держатся слоном на E6, ждут, пока белый сами побьют. Ну, вот Крамник не склонен миндальничать, сразу взрывает центр. Ферзь E2. Ну, собственно, позиция в высшей степени стандартная. Еще конь G4. Видите, Крамник навесил коня и вынуждает размены на E3. Я думаю, что иного варианта здесь нет. Задумался Криворучка. Ясно, что по теоретической оснащенности этих шахматистов сравнивать нельзя. Но вот с точки зрения практической наигранности, ну, и к тому же молодость, знаете, Криворучка все-таки моложе существенно. Крамнику уже 40, и если возникнет какие-то конкретные задачи, то решать их возрастному шахматисту всегда несколько сложнее. Но пока я считаю, что Крамник контролирует ситуацию. На слон E3, он может быть даже D4 есть такой ход. На конь E3, ну, можно просто все выменивать. Мне кажется, что здесь примерное равенство будет. Но у Крамника огромный опыт в подобных структурах. Последнее время у него дебютный репертуар достаточно стабилен. Он идет на берлинский вариант. И, соответственно, вот эти итальянские игры он тоже знает очень-очень хорошо. Давайте я еще посмотрю, что у Ливона Ароняна происходит. Здесь у нас какой-то боевой каталон. Так, давайте смотрим. D5. Да, каталон. Обычные каталонские. Каталонское начало. Белый слон G2. Это завуалированная угроза. Размен на E5. Да, здесь сразу взрывается центр. Взяли-взяли слон C3. Интересная перестановка. Белые, на самом деле, стремятся к ходу провести E4. Получить пространственный перевес. Ну, вот ход ферз C7, смотрите, показывает, что черные, наверное, собираются побить на E5. Тем не менее, Касымжанов играет E4. Потому что пешку защищать неуютно в случае хода F4. Ну, там, наверное, где-то может сказаться вскрытие вот этой диагонали. Может быть, вообще B5-B4 пойдет. В общем, Рустам сыграл E4. Последовал D4. Такой стандартный прием. Черные блокируют центр. Ладья D4. Комбьет E5. Ну, черным осталось сыграть слон B7. Ладья C8. У них даже поприятнее будет, честно говоря. Так что Ливон Аронян чувствует себя прекрасно. Ну, белым надо тоже, видимо, развиваться. Конь D2 и так далее. Так что здесь все идет своим чередом. Вы знаете, а Юрий Криворучко вот не подтвердил мое предположение. В общем, он пошел в клинч. Он сыграл D4. Ну, клинч такой боксерский термин. Когда соперники сближаются друг с другом. И пытаются бить с расстояния в 5 сантиметров. Не всегда это получается. Так, ну что, D4. Ну, я так понимаю, что подвисание коня G4 хочет использовать Юрий. То есть на ED может последовать и, кстати, и CD. Да, потому что взять на D4 точно нельзя из-за подвисания коня. Ну, и, в принципе, вот какой-то момент, когда этот конь белых отпрыгнет, тогда конь на G4 окажется под ударом. Ну, не знаю, с другой стороны, как минимум, просто можно размениваться в центре. И у черных, соответственно, должна быть, на мой взгляд, достаточно приятная игра. Да, ED играет Крамник. Конь D4 сразу. Так, теперь бить конем нельзя. Хотя, почему, кстати, нельзя? Давайте так. Конь D4. Теперь ферзь бьет G4. Тогда, наверное, конь C2, как минимум, есть ход. А если CD, вот здесь кажется, что черные теряют фигуру, но именно что кажется. Слон B4, напали на ладью. Хотя, давайте продолжим вариант еще на полтора хода вперед и выясняем, что угрожает и мат, и взятие на F2. А давайте еще продолжим вариант. То есть ферзь F6, напали на слона, напали на пункт F2. Если берем на E1, берем на H7, на H6, тогда у черных лишнее качество. Да, есть о чем подумать, есть что посчитать. Так, давайте оставим Крамника в покое, дадим ему поработать. Хотя, вряд ли он, наверное, слышит сейчас весь наш репортаж. И возвращаемся к встрече Радослава Вайташика. Итак, после кони F3, опять сыграно. Но это, кстати, любимый маневр Магнуса Карлсона в этой структуре. Он старается захватывать пространство на ферзовом фланге конь E4. И здесь, вот странно, мне казалось, что надо играть слон F4. Самое такое естественное конь F4. Ну, конь, судя по всему, просто переправляется на D3, а белый слон на F4 прибудет несколько позже. И Магнус тут задумался, что же делать. Может быть, дальше пешку на А4 выставлять? А4, ферзь А5. И потом уже развитие делать. Так, смотрите. Владимир Борисович-то ферзя на H4 отправил. Ну, кстати, почему бы и нет? Зачем, собственно, что-то менять, если можно нагнетать напряжение и создавать новые проблемы перед соперником? Там пункт на F2 подвисает. Что задумался Магнус, никак не хочет делать ход. Тяжеловато как-то он играет. Вы знаете, в этом турнире я не чувствую такой легкости. Чемпионская ферзь E7 сыграла. Конь D3. Ну, здесь конь B7, наверное, да? Нет, слон D7. То есть он все-таки, вот этот маневр слон E8, слон H5, опять-таки классический, напрашивается. Не знаю, здесь слон F4, мне кажется, сам Бог велел сыграть белым и разменять чернопольных слонов. И я, честно говоря, считаю, что черные не уравнивают. После слона F4 белые, когда меняют слонов, их конь с F3 идет на E5. Коня с E4 они потом приголубят путем F2, F3. Ну, и захватят центр по полной программе. Это все очень хорошо известно. Не знаю, там в турнирах первого разряда все это встречается. Но здесь, конечно, ситуация отягощается тем, что времени маловато. Продумать некоторые моменты не удастся. Ну, и соперник очень-очень сильный. Так, давайте посмотрим, как Сергей Корякин работает. Да, слон F4 сыграл. Так что слон E8. Да, ну вот теперь можно меняться на D6. И дальше уже по черным полям проводить кавалерийские маневры. Давайте посмотрим, что было у Корякина после слона E6. Последовало конь H4. Так, это любопытно. Конь на F5 внедряется. G6. Слон H6. Ладья E8. Ферз D2. Ну, такое ощущение, что Гадир Гусейнов хочет провести F4. И как можно быстрее поставить сопернику мат. То есть не просто поставить, а как можно быстрее, чтобы, как говорится, команда не волновалась. Ну, на самом деле, достаточно перспективно и опасно все это смотрится. Ну, единственное, что обстоятельство, на которое хотел бы обратить ваше внимание, то, что конь на H4 подвисает. Здесь, наверное, какие-то прыжки коня с F6 надо изучать. Но, пожалуй, взятие на H4 изучать не стоит. Здесь после этого размена, наверное, белый получит существенный перевес в окончании. Черный немножко недоразвитый. Поэтому, по идее, логично было бы начать с хода конь BD7. И только после F4 уже какие-то грубости придумывают. Ну, например, ход конь G4. Нападая и на слона, и на коня. Вот. Я полагаю, что Корякин еще не совершил ничего плохого, чтобы можно было бы его за это жестко наказывать. Ну, и, соответственно, критиковать. Так, Даниил Дубов, вы знаете, согласился уже на ничью против Нгуэнгонг Тронксона. Но этим он облегчил мою комментаторскую задачу, потому что много раз за эфир повторять эти четыре слова я, наверное, не смогу. Просто язык сломаю. Вы знаете, конь G4 сразу сыграл Корякин. Хочет сразу кого-то подменять. Ну, для начала он хочет съесть коня. А если слон G5, то, наверное, разменчик произойдет. То есть взяли-взяли. Может, вообще, я думаю, ферз D8 вот так сыграть. И здесь размен-то неизбежен будет, я так чувствую. Потому что конь все-таки висит. Ну, правда, можно продолжить вариант. То есть белые с удовольствием возьмут на G5. Надавят на слона. Кстати, конь на G4 вне игры. Пешка D6 слабая. Так что неочевидная вообще операция делает Корякин. Честно говоря, я когда смотрю на его ферзовый фланг, у меня сердце зажимается от боли. Все-таки развития это черным не хватает. Поэтому есть такое ощущение, что в затее черных есть определенная червоточинка. Яблочко-то у нас с бочком. С бочком. Хотя яблочки с бочком в деревне, они самые вкусные. Так, давайте посмотрим. Там у нас трудится Ливон Ронян, Ливон Григорьевич. Наверное, его труд мы обязаны просто показать. Ну, мало что изменилось, если честно. Соперники подтягивают фигуры. Ага, вот слон на A6 вышел. Смотрите, как интересно. Теперь конь D2 не сыграешь. На D3 кто-то внедрится. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Какие забавные геометрические мотивы. Здесь, кстати, и конь F3 был интересный ресурс, чтобы слона выменять. Не знаю, на мой взгляд, ладья FD8. Все в порядке здесь у черных. А вот в порядке или у белых, это надо еще проверять. Сейчас черный конь на D3 внедрится. Скажем, хода ладья AC1, наверное, просто все-таки нет. Вот, так что мне кажется, что черные в высшей степени грамотно все расположили. На ферз B5, наверное, черные ничего не зевнут. Там, может быть, слон C5 можно сыграть. Вот. В общем, Аронян, наверное, чувствует себя хорошо. Давайте посмотрим, как чувствует себя Владимир Крамник. Крамник у нас играет с Юрием Криворучка. И вот мы видели уже по механике движения рук, что последовал ферз H4. Теперь конь бьет C6. Конечно же, нельзя из-за удара на F2. H3. То есть белые прогоняют этого коня. Конь F6. Ну, на самом деле, то, что черный ферз вышел на такую боевую позицию, это успех для черных. Размен на C6. Не знаю, центр-то у черных лучше, чем у белых. Так. Вы меня спросите, чем он лучше. А я отвечу, чем у белых. Так. Ну, может быть, B4 сыграть, зафиксировать пешку на A6. Потому что пока, вроде бы, взятия на E4 нет. А сыграно E5. Ну, не знаю. Такое ощущение, что Юрий Криворучка вызывает огонь на себя. Ну, а Крамнику только этой подавай. По идее, можно сыграть ладей E8. Сейчас, наверное, связать по вертикали E. Ну, разумеется, банальный ход конь E4 тоже заслуживает внимания. Вот. Брать на A6, конечно же, белые не могли и не могут. Потому что ферз не вправе отвлекаться от пешки F2. Так что, на мой взгляд, здесь у черных может быть только лучше. Вот так по ощущениям. Я думаю, что Владимир Борисович знает свой маневр. Ну, Ладьяев E8, наверное, над этим он думает. Иначе бы, конечно, коня на E4 отправил бы гораздо быстрее. Так. Тем временем. Тем временем, что у нас происходит на других досках. Ну, я взялся за гуш. Не говорю, что не идешь. Потому что четыре партии смотреть одновременно – это действительно серьезная задача. Может быть, сейчас буду сокращать нагрузку. Итак, на слон F4 последовал слон E8 во встрече Вайташек и Карлсона. Размен, размен. Ну, напали на пешку C4. Она сама была рада продвинуться. Конь F7. Вот это грамотно. Прикрываем пункт E5. Но вот слон на E8 может придерживаться другого мнения. Потому что, конечно же, он хотел попасть на H5. А вот не получилось. Ферз C3. Смотрите, ферз C3. То есть белые готовы вторгаться на E5. Конь D7. Ну, правда, вы знаете, тотальные размены коней ничего не дадут. А4. Так, вот это интересный момент. То есть белые, я так думал, что белые хотят постепенно провести А3, Б4. То есть можно было это сделать неторопливо. Б3, А3, Б4. Но у Вайташка другая идея. G5. То есть Магнус начинает диверсию на королевском фланге. Ладья Б1 сыгран. Ясно, что белые собираются провести Б4, сдвоиться, строиться и добраться до пешки Б7. Ну, могу сказать, правда, что если, допустим, черный конь станет на D8, тогда пешку Б7 не съешь. Ну, с другой стороны, пункт Е5. Тогда черные уже не будут прикрывать. Так что здесь идет довольно сложная стратегическая игра. Ну, что, Володя, давай ладья ФЕ8. Это я на видеокартинку сейчас апеллирую. Правильно, молодец. Ладья А4, конь Е4. Ну, не знаю. Честно говоря, ладья А4 нетривиальный маневр. Ну, хорошо, после хода слон Е3 теперь видно, что пункт Ф2 не погибнет. Брать на Е5 нельзя, и за слон бьется 5. Там по вертикали Е связка. А если сначала побить на Е3 и потом побить на Е5? Ферзь бьет, и ладья бьет Е5. Ф3. А вот это не очевидно, дорогие друзья. Вот тут надо все посмотреть. Ладья Е8. Давайте я сейчас попробую это сделать. Вот не факт, что тут у белых все срастается. Во всяком случае, есть у меня ощущение. Ну, давайте смотрим. Слон Е3. Ну, конь Е3 просто съели, да? Ферзь Е3. Давайте съедим. Ф3. А вот если я сыграл вот таким образом, немилосердным. Теперь, если брать на Е4, то после ладья бьет Е4 ладья на Е1 зависит. А черные уже, в принципе, готовы конем-то отскочить. Ну, не знаю, не знаю, не факт. Так, взял на Е3 правильно Владимир. Правильно. Итак, еще раз повторяю. На конь Е3 ладья бьет Е5 уже точно пойдет. С немалым успехом это уже будет, ну, скорее всего, лишняя пешка. Хотя там, конечно, в вариантах конь Ж4, ладья бьет А6. Может, есть еще тонкости. Но ферзь Е3, вот ладья Е5 надо проверять этот вариант. Но, конечно, связка дело серьезное. То есть, естественно, можно что-то зевнуть. Не знаю, на ладья Е8 может быть какой-то ход ферзь Д4. Ну, не знаю, там под С5 еще попадает. Да, забавная, кстати, ситуация. Ой, вы знаете, я вам сказал, что конь черных хочет отскочить. А вот ничего он не хочет. Дело в том, что связка-то еще по четвертому ряду. То есть, получается, такая операция крест. Операция крест военная. Видите, две связки. Ну, неизвестно, можно ли реально это использовать. Вы знаете, так сыграть черными непросто. Вот, во всяком случае, после ферзь бьет Е3. Видимо, придется к равнику здесь задуматься всерьез и надолго. Прежде чем сыграть ладья бьет Е5. Можно, конечно, и не делать этого. Можно сыграть, допустим, А5. И немножечко припарковать пешку на Б3. Но потом ладья Б8 и с идеей съесть все при вертикали Б. Да, вы знаете, не сыграл, не побил на Е5 крамник. Но ему свой собственный конь дороже. Он сыграл ферзь Е7. Опять-таки, без идеи, видимо, взять на Е5. Но он просто избавился от связки по четвертому ряду. Теперь ход Ф3 уже не несет себе никакой угрозы. Ну что ж, и с позиционной точки зрения у черных, я думаю, полный порядок. Сыграно конь Д2. Но, в принципе, ситуация упрощается. Наверное, с уходом коней здесь позиция станет практически равная. В общем, это не то, на что мы рассчитывали. Хотя и равные позиции крамник будет играть на победу. Понятно. Между тем, у Карлсона развернулась жесточайшая битва. Последовала Д1, Ж4. Конь Е5. Взяли конем. И вот интересный момент. ДЕ. И здесь кажется, что белый успешно все блокирует. Но последовал ход Ф4. Разрывающие. Разрывающие шаблоны в нашем сознании. Теперь, если побить ЖФ, то слон выходит на Ж6. Размениваем коня. И потом начинаем уже кушать белой пешке. Последовал комбит Ф4 и конь С5. Но такую нестандартную структуру соперники создали. У черных есть достижения на ферзовом фланге. У белых, конечно, на королевском фланге есть к чему прицелиться. Пешка на Е6 слабая. Пешку Ж4 можно подорвать. Ну, скажем, ходом Х3. В общем, это все любопытно. И я полагаю, что здесь ситуация неравновесная. И в чью пользу это трудно сказать. Ну, что касается подвисания пешки на А4. Ну, это вопрос динамики. Не факт, что белые обязаны защищать. Конечно, можно защитить путем Б3. А вот, кстати, ферз А3 мне нравится. Чтобы связать по вертикали Е. По вертикали Е. По вертикали Е мы нанесем сейчас удар на Е6. А пока мы связали по диагонали. И хотим вот ударить комбит Е6 где-то. Итак, задумался Радослав Вайташек. Для него эта позиция понятное дело. Новая и в ней надо посчитать всерьез. Тем временем, вы знаете, Гадир Гусейнов набросился на своего соперника. И стал его наказывать за отставание в развитии. Но здесь он не сыграл слон Ж5. То, что вот напрашивалось. Гадир сыграл конь Ф3. То есть, позволил сопернику разменять сильного чернопольного слона. Но при этом белый ферз попал в огород. Где есть много вкусной капусты. Конь Д7. Конь Д5. Ну, собственно, здесь уже владение пунктом Д5 довольно серьезное. Взяли-взяли. Конь Ф6. А, слон Ф6. Конь Ф6. Видимо, неприятно было. Конь Ж5. И там можно было бы сразу, наверное, сдаться. Но вот слон Ф6. То есть, черный готовый на Ж5 разменять этого коня. Ну, вместе с тем, я не замечаю никаких достижений для черных. С3. Конь Б6. Ну, хорошо. Может быть, владение пунктом Д5 еще не составляет такой проблемы. Но можно просто ладья Д1 сыграть и по вертикали ДС дваиваться. Не знаю. Мне кажется, что не уравнял все-таки Сергей Ковякин. Хотя он может придерживаться противоположной точки зрения. Так. Ну, хорошо. Ладно, ладно. А мы смотрим дальше. Так. Крамник после ферзь Е7. Вы знаете, поменяли коней. Как-то немножко скучнее становится картина боя. Итак, это партия Криворучка-Крамник. Размен-размен. А5. Ну, действительно, с пешкой Б3 надо работать. Ф4. Я не уверен. Вот куда, интересно, эти пешки идут. Пешка на Ф5. И ладья по четвертому ряду может перебазироваться на королевский фланг. Ферзь Е6 сыграна. Не знаю. Мне кажется, примерно равное положение. Ну, не знаю. Если сейчас Криворучка сыграет Ж4, конечно, развернется война. Но это все-таки определенный риск и немалый. Потому что собственный король оголяется. Так. Ну, раз нам показывают Карлсона, давайте я тоже присмотрюсь. А он вцепился в пешку Е5. Ай, молодец какой. Вы знаете, ферзь А3 действительно последовала. Черные защитили ферзя. Теперь никакие удары не проходят. Аш3. Ну, вот это важно. Это солидно. Потому что если допустить белого слона на Аш3, то пункт Е6 будет трещать. Конь Д7 сыграно. Ну, идея разменять пешки. То есть, Магнус хочет побить на Е5. Центральная пешка важнее всего. Ферзь А3, ферзь А5. То есть, позволяет сопернику побить на Ж4. Тогда побьем на Е5. И еще на Е6 подвисает. Но здесь, кстати, надо смотреть уже варианты. То есть, Конь Е6. Нет, сыграно Конь Д3. Вы знаете, Вайташек не стал нервничать и защитил. Но, не знаю. С другой стороны, это отвод конян с атакующей позиции на защиту. Защитительную. Не знаю, не знаю. Не факт, что это так уж хорошо. Теперь черные получают как минимум передышку. Можно сыграть Аш5, наверное. Укрепляя пешку на Ж4. Хотелось бы, конечно, слона с Е8 вывести на Ж6. Но ладья при этом мешается. Так, интересно, интересно. Не хватает темпов у черных. Вот если бы увести ладью, если бы поставить слона на Ж6, взять на Д3. Вот эти самые миллионы, если, они, конечно, показывают, что не так все просто для черных. Вот. Надо еще с пунктом Ж4 решить проблему. Так что Магнус задумался всерьез. И для него позиция нетривиальная. Но выбор такой. Либо Аш5, либо ЖАЖ. Вот. Я так полагаю, что где-то здесь лежит шахматная истина. Но позиции сложные, неравновесные я даже не могу оценить. Белые, кстати, при случае хотят сыграть... Да, ЖАЖ сыграл. Хотят сыграть Б4, чтобы потом ладья через Б4 и на Б7 атаковала, и по четвертому ряду шла на королевский фланг. ЖАЖ, слон, Н3. Между прочим, подвисает на Е6. Ладья Е7. Ну вот Магнус так и решает свои проблемы. И хочет теперь слона уже выводить через Ж6. Ну, скажем, разменяться. Или слона поставить на Ф5. Итак, Белым надо предпринимать прямо сейчас какие-то активные действия. Первое, что напрашивается, Б4, чтобы ладья на Б1 не осталась вне игры. И поэтому, соответственно, подключается к игре, нападает на Б7. Ну, еще есть какой-то план ладья Е1 провести на Е4. Но это тоже очень-очень непросто осуществить на практике. Так, а мы смотрим дальше. Кто у нас на очереди? Очередь у нас велика. Так, Гадир Гусейнов разменял на Ж5 фигуры. После Ц3, Конь Б6 последовал ладья Д1. Но самый естественный ход. Ладья Д8. Ну, черные наконец-то закончили развитие. И вот размен на Ж5. Здесь, я полагаю, что чуть-чуть поприятнее. Все-таки у белых, у черных есть определенные недостатки по вертикали Д. Пункт Д5. Они белые удерживают довольно прочно. Белые, к тому же, пешку Аш могут отправить в атаку. Мне кажется, что ждет неприятная оборона здесь Корякина. На самом деле, не о таком мечтают черные, разыгрывая этот дебютный вариант. Так, Магнус действительно слона на Ж6 вывел. Ход Конь Ф4 есть, наверное, но там на Е5 пешку отдаем. А Б4 сыграно. Б4. Ага, вот таким образом играет Магнус. Он не стал бить на Б4, а вот успевает разменять на Д3 важного белого коня. И теперь я так понимаю, что пешка на Е5 все-таки погибает. Но там надо смотреть, что будет с пешкой Б7. Опа. И ведь, смотрите, Владья с Е7 защитил на Б7. А что белые тут получили? Пешки-дровишки. И как-то радости мало. Д4. Ну, хорошо. А если Конь на С4 пойдет? Не знаю, что-то не то делает Радослав. Если честно, Радослав со своей пешкой структурой обошелся не милосердно. Мне кажется, здесь только у черных может быть преимущество. Да, Конь С4 абсолютно нормальный, крепкий ход. То есть при неторопливой игре, мне кажется, черные сейчас начнут собирать белые пешки. Ну, для начала на А5 можно просто взять. Разумеется, белые должны цепляться к пункту Е6. Владей Е1 и так далее. Какую-то инициативу создавать. В этом случае еще как-то может оправдаться вот это все пешечное безобразие. Тем временем сильно изменилась структура во встрече криворучка против Крамника. Итак, после ферзь Е6 последовал ферзь Д4. Ну, белые в свою очередь блокируют черные пешки, не дают сыграть С5. Ферзь Ф5, ферзь Д1. Ну, вот это немножко странно, да? Играешь ферзь Д4, потом ферзь Д1. Ф6. Ну, Крамник пытается по центру прорваться, используя несогласованные действия черных ладей. Ж4. Ну, вот это заявка на результативный исход партии. Может быть на победу, может быть на проигрыш. Ферзь Д7. Взяли, взяли. Взяли ЖФ. Ну что, черные уже готовы сейчас сыграть ладья Е8. Мы при вертикале Е вторгаться. Меня смущает вот эта ладья на А4. Она, конечно, немножко странная, немножечко чудная. Есть еще, конечно, идея ферзя на А4 отправить за пешками Ф6 или А6. Но очень, конечно, рискованная затея с точки зрения короля. Последовал ферзь Ф2. Ну, такая легкая, ненавязчивая профилактика. Теперь на ладья Е8 можно будет, наверное, побить пешку на А5. Ну, хорошо. Не рискну я оценивать эту ситуацию. Мне кажется, что при определенном стечении обстоятельств партия может закончиться как угодно и чем угодно. А вот во встрече Гусейнова против Ковякина... Так, минуточку. Сейчас. Брюки снова превратятся в то, во что надо. Так. Вот седьмой настур. Я полагаю, что Гадир Гусейнов действует абсолютно без риска. Смотрим на диаграмму. Да что ж такое-то. Солнечная магнитная аномалия. Кстати говоря, пару дней назад действительно из Солнца прилетело огромное количество магнитных частиц. Такое облако, которое накрыло Землю. Да что ж такое. Не получается. Вы знаете, не получается у меня вывести диаграмму на экран. Программа оказалась очень капризной. Сейчас я буду ее хвалить. И буду говорить, какая же ты хорошая моя программа, да? Какая же ты добрая, умная и ласковая, да? Альпинистка моя, скалоласка моя. Так, ну что, давайте я даже не буду отматывать. Уже времени нет совершенно. У белых прекрасное сдвоение по вертикали Д. Черные занимаются пассивной обороной. А тем временем Вайташек пошел вперед. Ф2, Ф4. Ну, собственно, закрепил вот в центре вот эту слабость на Е6. Магнус был вынужден, смотрите, ладью с А8 увести на Е8. Пешка на Е6 защищать. А что, может быть, неплохо сыграл Вайташек? Я его критикую, критикую. Наверное, зря. Так, ну что ж. У меня тут работа чисто ручная. Так, ферзь А6 напал на слона. И король А2. Ну, король встал на А2, чтобы ладья Ж7 там было без угроз каких-то. Ну, неудобно как-то, вы знаете, Магнусу. Вот с этой пешкой на Е6 колупаться. Может быть, все равно, правда, играет ладья Ж7. Надеется, контр-шансы какие-то получить. Сейчас, может быть, удастся показать вам что-нибудь в этой жизни. Так, давайте смотрим. Да, вот здесь после конца 4 навалились белые. И, собственно, ладья Е2. Ну, белые собираются просто сдвоиться и достать пункт Е6. А как Магнус собирается пробивать пункт Ж3, не совсем понятно. Вы знаете, так сейчас, может быть, еще раз какая-то неприятность произойдет. Может быть, правда, ферзь Ф6 с идеей А5, А4. Вот так Магнус может попробовать до королевского флага белых добраться. Еще после ферзь Ф6 возникает идея Ц5. Кстати, интересно просто добраться до пункта Д4. Но ситуация довольно сложная. По времени, как я вижу, у чемпиона мира вполне достаточно. Но позиция непростая. Тем временем пьет водичку Радослав Вайташек. Пока ничего не меняется у Гадира Гусейнова с Карякиным. То есть черные, видите, как с зубами вцепились пешку Д6. Стоят и, собственно, ждут от белых, что же вы хотите сделать. Действительно, пробить пункт Д6 оказалось непросто. Найти второй объект для атаки тоже нелегко. Крамник, вы знаете, осуществил все-таки вторжение. Он сыграл ферзь Е7, захватил вертикаль и пункт С5 взял под контроль. Б4, ферзь Е4. Связка такая. На ладья опять ладья Е8. И так черные пожертвовали пешку, но инициатива есть. Ферзь А1, ферзь Д3. Угрожает ладья Е2. Поэтому ладья Е1, видимо, играть необходимо. Ладья Е4. Вот это любопытно. Дело в том, что в случае размены ладья, это пешка Е может быстро побежать в ферзовом окончании. Король Ж2, король Е7. То есть черные не торопливо усиливаются, несмотря на то, что у них не хватает пешки. Интересно и концептуально играет Крамник. Но он вообще шахматист глубочайший. Ну вот. Так. Знаете, вернул ладью на Е7 Магнус Калсен. Не видит он конструктивных продолжений. Ну вот это тревожно, конечно. Ладья Е1, конь Д6. А, коня на Е4 хочет перевести. Но вот это, кстати, может быть и неплохо. Если слон белых уйдет на Ж2, то как это сделать? Это для начала. Потому что связка при вертикали H. А если черный конь встанет на Е4, все-таки белым ладьям как-то будет очень обидно в него упираться. Не знаю, может быть белый вообще сейчас качество пожертвует. Можно сыграть А6, чтобы до пешки С6 добраться. Да? Ладья Е5. Тоже. Вот что не ход, то большое резонное и очень качественное решение. Теперь конь Е4. Там ладья на Е5 останется пиратствовать в черных краях. Если конь Е7, то ладья Е2, конь Д6, ладья Е5. Может быть вообще сейчас повторение ходов последует. Так сыграно. Я просто смотрю партию криворучка против Крамника. Ф5, H5, GH. Еще одну пешку пожертвовал Крамник. В принципе, его позиции довольно могучие, но пешек уж... Очень уж мало пешек. Он взял на Е1. И, наверное, просто возьмет на Ф5. Но не знаю, это не игра на победу. Мне кажется, Крамник здесь сейчас скорее пытается соскочить, сделать ничью. Я понимаю, что пешки... Вот эта лишняя пешка, она все-таки сдвоенная, крайняя. Ну хорошо, ферзь Е2 просто сыграна. Так, минуточку. А если здесь ферзь Е4 и попробовать вот такую пару связанных проходных сделать? Дело в том, что на ферзовом фланге проходная не организуется. Черный просто подходит, съедает пешки H. Кстати, ферзь Е4 очень-очень интересное продолжение. Другое дело, что белый не обязан меняться на Е4. Может сыграют ферзь Ф3. Ну тогда... Тогда все равно Ф5, я думаю. Да, ферзь Е4 так и сыграно. Мне удалось угадать один ход Крамника подряд. Так, вы знаете, близко к тому, чтобы соглашение на ничью было. Нет, чемпион мира не хочет мира. Он хочет войны. И я думаю, что идея Ц6-Ц5 сейчас нависает над белыми с пунктом Д4. У Вайташика маловато времени, поэтому Магнус Карлсон ищет каких-то боевых дорог. Король Ф2 сыграл Криворучка и Ф5. Ну что, вот пешка лишняя, да, а пешечное окончание-то будет проиграно. Так, да, и пешку на H5 и на H4. Нашел конструктивную идею Магнус Карлсон. Браво, браво, кстати. Ну, опять-таки могу сказать, что она мне в голову приходила, может быть, не в самый правильный момент. Хотя, конечно, черных не хватает атакующих единиц. Дело в том, что ладье пока очень пассивное. Но в какой-то момент, может быть, можно эту пешку Е6 бросить на произвол судьбы и уже по вертикали же драться. Ну, для начала Король А8 можно отвести, потом Ладья Ж7 и так далее. Вот. Итак, Магнус Карлсон нашел конструктивную идею. Правда, пешка на H5 повисла. Вот эта конструктивная идея, это всегда, знаете, риск. Ты идешь в атаку, и у тебя же образуются новые слабости. Молодец Вайташик. То есть он не опасается взятия на Д4. В этом случае белый берут на H5. Конечно, дальше надо посмотреть. Но вроде бы там у белых полный порядок. Я пока посмотрю, как у Гусейнова. Гусейнов задвинул пешку на А5. Ферзи каким-то невероятным образом разменялись. Вообще ситуация практически равная, на мой взгляд, потому что белым крайне сложно здесь прорваться. Не знаю, может быть, просто Король А4 сейчас можно. Да, Король А4 уже сыграно. Черный, кстати, Король достаточно активный, может проникать в белые тылы. Сейчас еще черные, знаете, уведут ладью и сыграют F5. И по центру у них получится перевес. Так, вот это любопытно. То есть Корякин не факт, что здесь играет на спасение с учетом разницы в активности королей. Ладья Е6, F5. Прекрасный план, после чего пешка Е пойдет в атаку. Сыграно ладья А2. Но я не совсем понимаю, что здесь затевает Гадир. А, может быть, ладья А4, ладья Б4. Но черные тоже, в свою очередь, могут ладью на Е7 перевести. И все равно план с F5 будет. Ну, правда, давайте посмотрим. Здесь после ладья А4, F5. Взяли, взяли. Здесь какой-то прорывчик C5 может пройти. В те время Магнус ищет возможность, где бы H4 подорвать соперника. Но это не так-то просто сделать. На самом деле, у черных тоже есть король. И не так-то уж легко здесь какое-то вскрытие устроить безболезненно на королевском фланге. Меня смущает за черных то, что конь на C4, на самом деле, вне игры находится. Его бы как-то надо вернуть на базу. Ну, тогда белая ладья на Е5 не длится. Вот сейчас конь Д6 не сыграешь из-за ладья Е5. Исключительно сложная борьба идет. А у меня идет борьба на другом фронте. Сейчас я снова надеюсь победить. В очередной 100-121 раз. Так, давайте посмотрим. Вот у нас позиция у Магнуса Карлсона. Король H2. И, собственно, думает Магнус Хенрикович, как же... Ну что, король H8 может быть сыграть? Король F7. Вот неожиданное такое решение. Так, ну теперь король под шахи попадает и на Е6, и на H5. Может быть, вообще ход F5 здесь есть? Ну, на F5, может быть, Е5 последует ход. Вы знаете, вызывающее действие со стороны Магнуса. Но ему очень хочется выиграть. Ясное дело, что для Магнуса это вопрос принципиальный. Тем временем яростная борьба протекает у криворучка. Дело в том, что ферзовое окончание оказалось очень острым. Белые прорвались ферзем в лагерь соперника. После хода F5 последовало H6, и пешка принесла себя в жертву ради того, чтобы белый ферз имел возможность сдать пару шахов. Ну, не знаю, может быть, сейчас вторая пешка H пойдет. H4, ферз H6 сыграл криворучка и с явным намерением взять на C6. Может быть, вообще игнорировать эту угрозу? Может быть, F4, ферз Е3, F3. Но там, правда, конечно, белые очень много съедят. Давайте посмотрим. Взяли-взяли. Сюда-сюда. F3, ферз D5. Ну, и, наверное, успеют каким-то образом белые защититься от этих всех матов. Ну, там просто ферз на C4 ставят. Да, так что непростая ситуация. Может быть, сыграть D4. Тогда шах на H7, и с шахами можно к пешке D4 прийти. Ну, нам показывают операторы сейчас по пару косымжанов против Ароняна. И я давайте покажу. Давненько я не показывал эту партию. Действительно, безумно сложно все успеть. Ну, вот эта конструкция, в принципе, имелась. E5. То есть белые таким образом начали наступать. Но, не знаю, мне кажется, что качество легких фигур здесь как раз в пользу черных. И структуру белых со слабостью. Мне кажется, Аронян здесь явно играет на победу. Взяли-взяли. Ферзь Bc4 уже сыграна. Но вот Аронян думает, чем бить. Я думал, что он ладьей возьмет. Самое естественное. Но последовало Bc. И идея, знаете, какая? Сыграть А3, расчистить дорогу для проходной C. То есть на БА уже последует C3, C2. Ну и дальше с этой проходной, видимо, справиться будет безумно сложно. Наверное, здесь ход А3 заслужил внимания. Тогда он где-то D8. Вилочка. Ой, в смысле связочка. Ну что, вилочка, что связочка неприятная. Итак, наверное, черным надо играть А3. Я думаю, все равно надо расчищать площадку. Потому что если позволить белым консолидировать ситуацию, ну скажем, поставить самим пешку на А3, мне кажется, что в этом случае шансов у черных на победу уже не будет никаких. Да, знаете, согласились на ничью. Слонца ТЫ предложил ничью. Просто Ливон что-то ему не понравилось. Хотя ход А3, честно говоря, мне кажется, заслужил все-таки внимания. Но не получилось выиграть. Сейчас вы видите, какое выражение лица у Ливона Григорьевича. Вы знаете, окрамник-то так и сделал, как я сказал. Сыграл F4, отдал пешку на C6. Шаг на E3. Только вы знаете, он не стал здесь продвигать пешку. А сначала на H3 пешку откушал. Король F2. Ну, как минимум, вечный шаг у черных есть. А если что-то большее, не факт. Вот не факт, надо смотреть. Может быть, с ферзь H2 надо начать. Но все равно пешка на D5 подвисает. Вот в чем проблема. Тогда можно с шагами продвинуть ферзя от ферзь E3. Может быть, на D3 или на D2, чтобы пешка на D5 не висела. Так, ну а самое боевое у нас происходит в партии Вайташика. Соперники поманеврировали. И чемпион мира все-таки нашел возможность для того, чтобы тычком H4, ну, как-то вскрывать игру на королевском фланге. GH, ферзь H4, ладья G1. Но вот еще вопрос, у кого король здесь хуже. Ладья H8. Последовало F5. Так, Магнус волнуется. А кто бы на его месте не волновался. Конь D6. Вот это любопытный маневр. То есть, допускаем взятие на H6, и король убегает на ферзьевый фланг, где относительно спокойно. Но в этом случае черный конь на Е4 встанет, и тогда, наверное, над белым королем нависнет опасность. Взятие на Е6 не очевидно. Вот не факт, что это правильное решение. Король Е8, ладья G4. Ну, теперь понятно, что черными надо делать. Ферзь H6, то есть короля уводим, и потом начинаем атаковать, ну, например, по вертикали H. Многотонна и весома. Да, видимо, нашел возможность создать серьезные проблемы сопернику Магнус Карлсон. Посмотрите, как мало времени у Вайташика. Вот этот недостаток времени может сказаться, конечно. Хотя, вот вы знаете, он сейчас создает угрозу ни много ни мало матов. Полтора хода на G8. То есть черным очень трудно сохранить все ладьи на доске. Вот желательно, конечно, если бы король стоял на А7, конечно, черные сохранили бы эти ладьи. Но сейчас, видимо, защиты от размена ладей на G8 нет. И поэтому это шанс для белых, ну, как минимум, устоять. Я пока посмотрю, как там у нас Корякин поживает. Корякин, вы знаете, прорвался королем в центр. Ну, вот какой он. Вот какой он хитрый, хитрый шахматист. Так, ну, что-то такое мы видели. Стояли, стояли. F6, B6. И все-таки F5 прорвался. Да, и я думаю, что за счет централизации короля, да, вот просто лишняя пешка у черных неожиданно образовалась. Так, ладья D1, ладья B7. Ну, в общем, есть шансы на победу у Корякина. Вы знаете, как-то неожиданно переигрывает он соперника. Ну, эндшпильное мастерство Корякина, я надеюсь, все успели посмотреть в Кубке мира. Там именно в окончаниях он переигрывал самого великого Свидлера. Так, что у нас здесь происходит? Вообще, дым, дым просто клубится над станицами, да. Все горит. Пешку на E6 каким-то образом забрал Магнус по одной простой причине. Видите, слон-то связан. Так, ладья F6, а на шаг конь E4, да. То есть теперь при вертикали E белые не вторгаются ввиду того, что конь на E4 встает. У меня такое ощущение, что все хуже и хуже ситуация становится. Подождите, у Вайташика хуже ли? А теперь на D7 же вторгается. Ой-ой-ой, пешка на E6 фактически прикрывала черного короля. А вот теперь от ферзи D7 как спасаться? Так, минуточку. А, ферзи F4 есть шаг. Дорогие друзья, похоже, что Магнусу надо срочно менять ферзей, чтобы не получить мат. Ну, не отдавать же качество на что. Это как-то чрезмерно щедро будет. Ну, а в окончании, я думаю, да, ферзи F4 сыграно. В окончании у белых серьезные шансы на спасение. А6, видите, пешечная структура разрывается. Я думаю, что должно быть спасение. Ну, например, ладья А7 можно сыграть. Попробую для начала выиграть ладью на H8. Это, конечно, такой маленький левый шанс. Давайте я сейчас... Ну, я на диаграмму, с вашего позволения, выведу другую партию. Так, давайте криворучка Крамник посмотрим. Крамник... Так, а что у нас произошло-то? После взятия на H3 он каким-то образом вернул ферзя в центр. Очень грамотно. Смотрите, все защитил, всех защитил. И D4. Я думаю, примерно равное положение. А Вайташек, похоже, хочет большего. Посмотрите, как он по шестому ряду атакует. У черных, кстати говоря, король неудачно расположен. Но он же отрезан. Может быть, поэтому КНФ7 надо сыграть? Нет, КНФ5. И я думаю, что шах на F2 задумал хитрый Магнус. Ладья бьет С6. А, тогда комбит же С7, простите. Ладья С7. Вот теперь в какой-то степени угрожает шах на С8. Именно в какой-то степени. Потому что король на F7 выйдет. Ладья H4 хочет съесть слона. Так, а не земнул ли у нас ничего Вайташек? Теперь ладья С8, король на F7. Взяли на H8. Там связка неприятная для белых. Но черный конь как минимум на D4 возьмет. Тем не менее, мне кажется, спасение еще есть. Ладья Е6. Мне кажется, Ладья С8 надо было играть и разменивать все. Ладья Е6 это уже что-то такое неправильное. Посмотрите, все зависло у Вайташек. Он все зевнул, дорогие друзья. Зевнул все. Радек, ну просто без фигуры. Да, и КНЕ7 просто. Простой банальный ход КНЕ7 выигрывает партию. То есть, слишком тяжело играть в Сетноте, дорогие друзья. Вот не надо так подвешивать флаг. Так, если Ладья Ж3, шах. А, и все, и мат просто форсированный. КНЕ3 и Ладья Ж1. Ну что, Магнус выдержал эту битву. Ясное дело, что он в какой-то степени рисковал. Но все-таки практическая сила у него оказалась велика. И согласились на ничью, кстати говоря, Криворучка и Крамник. Смотрите, Криворучка никто не может обыграть. Вот нет такого шахматиста, кто способен Юрия здесь огорчить. Так, ну смотрим, чем закончилось дело. После Д4 размен, размен. Пошли, пошли. Ферзь Е6. Да, ну просто ничейное пешитое окончание получается. Так, а кто же у нас выиграет сегодня, окромя Карлсона? Я думаю, что может быть Сережа. Давайте я чуть-чуть отмотаю назад. Вот здесь так все стояло. И ходом А4 подцепляет ферзовый фланг. Черный Король пробегает и съедает на С4. Черных образовалась пара проходных. Но белые, смотрите, вцепились. Хотят съесть на Д6. Да, не так-то просто выиграть. Ну, я надеюсь, что сейчас наша камера подкатит к Сергею Корякину. Мы посмотрим окончание этой партии. На самом деле, черные еще прицепились к пешке Ж2. Это любопытно. Это интересно. Но может быть просто взять на Ж2? Я понимаю, что очень обидно терять пешку на Д6. Но не возвращаться же ладью на Б6. Это как-то слишком уж пассивно, на мой взгляд. Там еще А5 можно будет сыграть. Ну что, Сережа, давай переходить на Королевский фланг. Бьем на Ж2. Потом играем ладья Ж3. Ну и дальше будем отъедать Королевский фланг. Ладья бьет А4. Не тот ход, который я планировал. Ладья бьет Д6. Ладья пошла на второй ряд. По-прежнему у черных лишняя пешка, но... И вы знаете, определенная атака на Короля. Угрожает ладья Е2 и на Королевты Е4. Вилочка такая последует. Ну не знаю. Здесь ладья С6. Кстати, прекрасное решение. Потому что теперь ладью на Е6 можно поставить. На Е6 поставить, чтобы Е4 было не вилкой. Так, ладья на Д6 ушла. Но тоже, кстати, близко к ничьей. Потому что вечный шаг просто черному королю здесь угрожает. Да, не совсем понятно, как тут черными побеждать. Хотя, вы знаете, черный король, наверное, может спятаться на первом ряду. То есть берем на Ж2 и после шагов спускаемся на первый ряд. И по второму ряду ладья может защититься. Ну тоже, тоже вариант. Так, а если линейный мат попробовать поставить? Ладья А3. И на Король Е4 ладья Е2 мат. Минуточку. Ну хорошо, ладья А3 или ладья Б3. Вот у меня два предложения. Погодите, а это не победа просто? Ладья Б3. Да. И если... А нет, там король на Д5 уходит. Вы знаете, мне мат просто привиделся. Но на самом деле размен происходит. И съедаем на Ж2. Ну некоторые шансы на победу есть. Хотя меня очень смущает этот черный король, который находится на обочине мировой арены. Так, ладья бьет Д6. А белый король-то очень близко. Мне кажется, что король... Вот как раз Сергей именно поэтому ведет своего короля к цели. И, наверное, делает ставку на пешку Е. Эта пешка Е побежит вперед. И белым не так-то просто будет спастись. Это шанс. Это маленький, но веский шанс. Конечно, ладейные окончания таят в себе немало ничейных тенденций. Ладья Д5. А что на Е4? Не знаю. Мне кажется, может быть, к пешке Ж6 надо было приставать. Может быть, еще не поздно сыграть ладья Ж5. Но там вот эта пешка Е может пройти далеко. Просто Е3, ладья Ф2, Е2. Король Е5. Так, Е3. Ну, так она далеко так уйдет. Но давайте смотреть дальше. Ладья Д4, король Е4. И дальше к этой пешке цепляться. Наверное, кстати, сможем съесть. Я пока посмотрю, какие результаты у нас есть. Так, Саша Рязанцев выиграл. Да, король Е4. Правильно все делает. Гадзир. Может быть, правда, ладья бьет Ж2 здесь в этот момент есть. Потому что взятия на Е3 нет. Ладья неожиданно подвисает. Ладья бьет Ж2. С идеей ладью на Ж2 перевести. Итак, бьется, как герой за победу. Корякин понимает, что конкуренты не спят. Даже Карлсон к нему подтягивается. Карлсон, который едва не проиграл Дубову. Но вот сейчас, видите, после победы над двоэтажиком у него шансы повышаются. Анант, кстати, снова выиграл. Ну, никто, наверное, никто этому не удивился. Он обыграл Андрея Волокитина, украинского гроссмейстера. Так, что у нас еще произошло интересненького? Бочаров выиграл у Савченко. Российская междоусобица здесь процветает со страшной силой. Петр Свидлер выиграл у Брусона Батиста. Кстати, Свидлер в следующем туре мы увидим, наверное, на сцене, я так понимаю. А вот Гельфин проиграл Сергею Жигалко. Так, что не получается. Так, Володя Белов молодец, выиграл. Правильно, правильно сыграл Сергей. И надо цепляться к Ладье правильно. Теперь на король Е3 Ладья Е2 шаг. Наверное, просто погодите. А если Ладья Е2? Ладья Ж3, там король Е4, да? Хотя там тоже Ладья бьет Аш3. Просто две пешки же. А Ладья Е2, давайте посмотрим. Король бьет Е2, а король Д4. Король Ф3, Ж5. Король Ж4. А, нет, там не успеваем. Обе пешки теряются. Нет, нет, нет. Взяли, взяли, взяли. Так, так. Нет, скорее всего, ничья. Тогда Ладья Ж3 надо. И есть пешка на Аш3 просто. Вот опять-таки черный король остается вне игры. 13 секунд, Сережа. Давай, на что-то решаться. Надо на что-то решаться. Я думаю, король Ладья Ж3, Ж5. Ну, ход как ход. То есть он оставляет еще за собой эту возможность Ладья Ж3 шаг. Фактически мы уже видим Блиц, вот настоящий. Правда, 10 секунд добавления, это не 2 секунды. Собственно, послезавтра мы увидим уже начало чемпионата мира по Блицу. И вот таких раздумий соперники уже не смогут себе позволить. Все будет гораздо быстрее. Но сейчас 10 секунд. Это, я считаю, огромное богатство, которое дано шахматистам. Есть возможность даже посчитать пару вариантов. Ладья Д8. Ну что, шах и съели на Аш3. Все, Сережа, пора есть пешки. Иначе Ладья Ж8 встанут. Да, шажок. И едим пешки. Да. Бьем. И дальше самоходки устраиваем. Ну, кстати, а, тут Ладья Д5 есть шах и на Ж5 гибнет. Надо как-то Короля вести в другие степи. Ну, еще Короля отсекают. Да, но это, пожалуй, ничья, дорогие друзья. Черные просто не могут съесть на Аш3, потому что на Ж5 гибнет. А Король еще и отсечен. Это ничья. Это ничья. Причем Белым ничего не надо делать. Просто Ладьей стоять по вертикали Д. Стоять и смеяться. Не может выиграть Корякин. И вы знаете, это шанс для всех-всех-всех, кто его догоняет. Получается, что лидерская группа у нас все дружно играют в ничью. Но вот Карлсон немножко подтянулся. Я думаю, что столпотворение на верхних строчках турнирной таблицы сейчас будет колоссальное. Ди лежи, ди лежи, ди лежи. Если у нас до начала этого тура было первое-третье место в лидерах. Ну, да. Ну, так форсирует ничью Корякин. Ну, просто Король G4. Надо цепляться к этой пешке и потом уже Ладьей на нее нападать. В общем, это дело элементарное. Это дело простое. Уже нет никакой интриги. Так, Домингес выиграл Грещук. Федосеев еще продолжается партия, насколько я понимаю. Интересно. Ну, у Грещука практически выигранные позиции, насколько я понимаю. Если помните, на Кубке мира Александр Грещук все-таки одолел Володю Федосееву на тайбрейке. Но здесь сейчас битва идет несусветно. Я надеюсь, что наши операторы сейчас покажут что-то интересненькое. Ну, и в частности Грещук-Федосеев. Давайте смотрим, смотрим. Лидерские столики закончены с ничью. Так, это у нас Мамедьяров. Мамедьяров сражается против индийского шахматиста. Но пешка Б все-таки идет вперед. Поэтому король сейчас пойдет. Да, ну вот если ферзовое окончание, дорогие друзья, это значит, что онлайн становится длинным и томным. Ясно, что здесь так быстро это все не закончится. От них только шахов будет выписано. Гигантское количество. А я краем глаза смотрю, как играет Грещук против Федосеева. А, вы знаете, просто попался на вечный шах Грещук. Похоже, вечный шах здесь просто получается. Да. Нет, погодите, погодите. Какой вечный шах? Взяли, взяли. Нет, там, кстати, легкофигурное окончание очень острое. Надо еще посмотреть. Так, ну а Шахриар ищет возможность уклониться от шахов. Я думаю, пешечное окончание выигранное для белых. Но черные же не будут менять ферзей. Будут шаховать, шаховать и еще раз шаховать. Да, лишнюю пешку получает Федосеев. Немножечко, мне кажется, заигрывается Грещук. И сейчас как бы не проиграть нашему мэтру. Хотя, не знаю, все-таки слон на два фланга, там, против коня. Есть, наверное, контр-игра. Ферзь С3 играет. Король упал, надо сказать, Жадуб. Поправляю, потому что королем сходить, сделать ход в этой позиции, это значит зевнуть ферзя. Ну, я думаю, Мемедьяров не станет здесь настаивать на том, чтобы черные сыграли именно королем. Это как-то не очень красиво. Особенно, если соперник сделал это нечаянно и действительно сказал поправляю на чистом французском языке. У нас в шахматной среде принято говорить волшебное слово Жадуб. Никто не знает, что это означает. И французский язык мы, честно говоря, в последнее время не учим. Но это всегда спасает в таких ситуациях. Да, но это надолго, дорогие друзья. Это надолго. Сейчас Белый Король побежит туда вперед, в район поля Б6 и А6. Там будет скрываться. В Сокольнике он гад рвется, да? Там есть где спрятаться. Вот, вот пошел в Сокольнике. Так, Король Б6, Ферзь Е6. И как-то надо маневрировать. Король Б7 потихонечку, Король А6. Вот-вот-вот, вот так потихонечку. А потом будем заслоняться пешкой. Так, отпускай Короля, отпускай Короля, Шахриар. Король А7. Ну, можно и так. Теперь на Ферзь Д7, Король А6. И потом уже нет удобного шаха у черных. Потом Белый просто сыграет Б5, Б6. И пешка приблизится. Так, тем временем, я вижу, что Грещук наладил весомую контр-игру. Его Король прорывается на ферзевый фланг Федосеева. И, вы знаете, игра на три результата, как ни странно, оказывается. Несмотря на то, что без пешки. Без пешки стоят. Черные. О, белые стоят, но здесь, не знаю, здесь сейчас может случиться все, что угодно. Ой, какой хитрый маневр-то. Хитрый маневр предпринимает Федосеев. Ну, наверное, ничья тогда получится. Король на Б8. Ну что, шахи кончаются, да? Смотрите, каким интересным макаром от шахов скрылся Мамидьяров. Ну, теперь ферзя на Е5, наверное, можно поставить. Вот так по центру. Как-то посолиднее. Хотя поле Б6, видите, черный под контролем держит. А есть вот ферзь С7 интересный. Ферзь С7. Прикрываемся от шаха. Потом Б5, Б7. Пешка с Б5 на Б7 автоматом прибывает. Ну что, шахриар, давай ферзь С7 сыграем. Теперь белого короля никто не побеспокоит. Потом сыграем Б6. Потом сыграем Б7. И авось как-нибудь с Божьей помощью в игру что найдется. Ну, то, что потеряется. Да, молодец. Ой, молодец, браво. Кстати, ну, такие нервные движения вообще у шахматистов. Я смотрю, что они очень-очень волнуются. Очень волнуются. Хотя на часах еще минута. Казалось бы, можно действовать достаточно вальяжно, неторопливо. Так. Ну вот, теперь. Посмотрите, кстати, интересное пешечное окончание. Взяли на Д6. Король Д6. Король Ф5. Король С7. Ж5. Взяли, взяли. И там Б5 ведь будет сыграно. Ну, наверное, у черных все в порядке. Надо бить на Д6. Надо бить на Д6. Да, мне кажется, что никто здесь не выиграет. Скорее всего, дело закончится абсолютно равным ферзовым окончанием. Ну, вот вопрос там, куда отступать к королю. Ну, Король Ф5, наверное, надо играть. Король Ф7. Ой, как хитро. Король С7. Ж5. Взяли на Б7. Взяли на Б7. И потом Б5, я думаю. Ж4. Ну, бить на А6 некогда. Я думаю, что надо играть Б5 как можно быстрее. Ну, видимо, там просто ничейное ферзовое окончание. Да, все сосчитали соперники. Ферзи превращаются одновременно. И белые, судя по всему, эту пешку на Б5 отъедят. Да, ну, просто можно сыграть, наверное. Хотя, подождите, подождите. Там еще эту пешку надо держать. Ферзь А5, да? Ферзь А2 с шахом. Вот это правильно, кстати. Вот надо все делать с шахом. И потом уже к этой пешке Б5 цепляться. Просто черный король далековато. И пешку Б5 тяжело будет защитить. Еще ферзь А3 можно сделать такой шах. И потом уже король Б6. Король С6, извините. Под бой вставать как-то неудобно. Знаете, не солидно даже. Я думаю, что здесь ничья элементарна. Можно начать с хода король С6. Да, можно и так. Если, конечно, ничего не зеваем. На Б4, король Б5. Ну и потом ферзь Б3 просто съели эту пешку. Да, эта увлекательная партия заканчивается в ничью. Хотя вот я видел посредине этой партитуры. Да, предложил просто ничью. Володя Федосеев видит, что пешка не проходит. И так посредине этой оперы Александр Игоревич имел серьезный перевес. Но вот не получилось. А Мамедьяров, вы знаете, приближается к цели. Пешка стоит на Б7. Сейчас надо организовать грамотный выход короля. Так что можно было бы заслоняться от шахов и одержать заслуженную победу, на мой взгляд. Я пока попробую найти еще несколько результатов, которые могут быть вам интересны, дорогие друзья. Так, ну все кровавые результаты происходят где-то в середине турнирной таблицы. Антон Корбов выиграл Луинар Киева и приближается к лидерам. Петер Лека проиграл Владимиру Анищуку. Вот это да. Вот, кстати, знатная пара. Володя Малахов обыграл Руслана Пономарева. Ну, у Руслана как-то пока не ладится игра. Мы его наверху ни разу не видели. И не факт, что увидим. Так, Верил Балаган выиграл у Ноймана. Ян Непомнящий одолел Матлакова. Так что Янчик вернется у нас наверх. Вот он сделал несколько ничьих. И сейчас, обыграв Максима Матлакова, он идет наверх. Так, Алексей Дреев, герой прошлого тура у нас, одолел предрога Николича. Так что и Дреева мы обязательно будем изучать его творчество. Ну что, похоже все, да? Ферз Е5, король С8. Ферз Ф5, ферз Д7. Вы знаете, проигрывает. Проигрывает. Проигрывает черный. Король С8. Все, конец. Так, вот надо поправить короля, ферзя. Король С8. Надо сдаться, дорогой товарищ. Сдайся враг, замри и ляг. От Б8 нет защиты. Ферз Ф5, ферз Д7. Это шах. Ну что, блестящая реализация. Молодец Шахриар. Да, сдался соперник. И Шахриар идет наверх. В конце концов, экс-чемпион мира должен все-таки поучаствовать в борьбе за призы. И на этот раз. Надеемся и уповаем на наших операторов. Может быть, они нам что-нибудь еще покажут. Хотя, как правило, ферзовые окончания всегда завершаются последними. Потому что здесь, как правило, уже 150-й ход. Ну вот один из организаторов турнира Илья Меринзон. Прошел. Да, вон там вдалеке кто-то еще играет. Если этих молодых людей тоже показать битву, тогда я не ухожу из эфира. Пока жду, будет ли у нас показ или нет. Я сейчас даже пытаюсь понять, что это за партия. Дело в том, что у меня есть список перед собой. Вот результаты вижу во всех поединках. Нет, там играет Деннис Вагнер, молодой немецкий шахматист, против китайского космейстера Жан Жонга. Ну, Денниса мы увидели вчера. Мне написали немецкие товарищи. Говорят, очень перспективный молодой человек, как и еще несколько немецких ребят. В Германии всерьез принялись за воспитание подрастающего поколения, и это очень правильно. Германия, конечно, страна шахматная, но не хватает, знаете, всемирных звезд. Вот не хватает все-таки людей, которые реально боролись бы за самые высшие титулы. И то, что массовость в этой стране поставлена на недосягаемый, наверное, уровень, это дело хорошее, но на такой плодородной почве должны все-таки вырастать по-настоящему супер-игросмейстеры. Просто игросмейстеров там много, а супер мало. Итак, если нам больше ничего не покажут, тогда я с вами расстаюсь на некоторое время, дорогие друзья. Перерыв и ждем восьмого тура. Продолжение следует...